здравствуйте как всегда хотелось бы поделиться с вами своими мыслями хочу поговорить о нашем с вами свободном времени когда где и как его проводить эти дни даже называются выходные то есть выход предполагается куда-то но вот куда театры концерты их у нас проходит немало но стоимость билетов не всегда доступна в полном понимании этого слова музеи у нас их не так много и не так часто они обновляются как хотелось бы кино тоже упираемся в билет хотя тут все больше в содержании все чаще с юмором далеко за плинтус или про супер сильных и супер умных сказочных персонажей а просто выйти просто погулять где в одном из громадных торговых центров встретил своего приятеля и он с сожалением сказал такую мысль в нашем городе торговые центры стали центром притяжения да там можно поесть попить даже поспать при желании но это магазин тенденция тяги к культуре последнее время принимает все более массовый масштаб в городе проходит немало выставок концертов и спектаклей спорт стал частью жизни многих жителей нашего города а просто прогуляться не среди прилавков и витрин мне кажется пора создавать зоны отдыха пусть это будут маленькие скверы парки и аллей самое главное вести работу это нужно сейчас немедленно пока есть еще места не застроенные не заставленные машинами всего у нас в архангельске я насчитал четыре парка первый этот торговый центр так называется второй детский парк третий петровский парк и четвертый парк имени ломоносова два из них являются настоящими парками хотя мало их напоминают парк имени ломоносова вы знали что у нас такой есть да это то самое место которое ограничено проспектом обводный канал улицей гагарина и улицей нагорный и там уже гуляют люди остается только сделать его парком настоящим они только в документах здесь очень хорошо бы смотрелись аллеи с лавочками для мамочек гуляющих с детишками или влюбленных пар площадка за кинотеатром русь которая когда-то должна была стать детским парком но так ими не стало теперь уже точно не станет по объективным причинам здесь могла бы быть зона активного отдыха с универсальными спортивными площадками для доступного спорта волейбол мини футбол баскетбол теннис очень неплохо было бы и площадочка для тех у кого сегодня есть собаки думаю они бы очень были благодарны администрации города учитывая что в городе всего лишь пара мест для выгула собак и те находятся на левом берегу а комичность этой проблемы добавляет то что урна для продуктов жизнедеятельности собак находится в соломбальском округе вот и получается погулял с собакой на левом берегу а пакетик соответствующим содержимым отвез в соломбалу но вернемся к паркам думаю что никто не будет спорить с тем что именно парки могут сочетать в себе и места отдыха и места для занятия спортом радует в этом вопросе то что администрация города согласна с такой позицией и в этом направлении уже началась работа важно чтобы мнение горожан были услышаны и учитывались еще одна проблема которая вместе с уходящим снегом становится все более актуальной дороги если зимой все было не так печально то сейчас с весенними ручейками утекает и асфальт дороги начинают зиять дырами и вот теперь то важно не упустить время оперативность вот главный аспект даже скудные средства предусмотренные на ремонт и дорог нужно использовать не в сентябре когда вот-вот выпадет новый снег а вот сейчас как только закончится копей и асфальтовые заводы заработают в полную силу в противном случае мы вновь со всех концов города будем слышать критику и недовольство а если удастся еще привлечь дополнительные средства на дорожные язвы города будет очень даже хорошо тем более на встрече с депутатами городской думы областного собрания и главой города старшие товарищи по депутатству кулаком били по столу что готовы помогать давайте все вместе поработаем над тем чтобы жители ехали от дома до работы и обратно не как по минному полю к слову сказать городская дума уже решает вопрос по нескольким миллионам на эти цели проблем в городе много сообща решать легче самое главное сообща не уйти в дискуссии и дебаты а делать шаг за шагом и уже сейчас с вами был сергей пономарев увидимся